Большое спасибо за возможность поделиться своей историей сегодня. Меня зовут Амад, и я выздоровевший компульсивный переедающий. Я очень благодарна выздоровевшей передаче, потому что еда была самой главной движущей силой в моей жизни более 20 лет. А сейчас еда не является уже такой движущей силой, главной вещью в моей жизни, потому что я могу жить, благодаря программе, я могу жить спокойной и свободной жизнью и не ходить постоянно за едой. А если вот когда я был моложе, да, раньше, если бы меня спросили, ты компульсивный переедающий, я бы сказала, ты о чем ты вообще говоришь? Но все признаки были налицо, если бы вы посмотрели на мои поступки. То есть было очень очевидно, что у меня была эта болезнь. Первые такие вот звоночки были, когда я был в средней школе, и я обнаружил, где моя мама хранила свой кошелек. И что я начал делать, это брать у нее 20-долларовые бантноты из кошелька, идти в Макдональдс, покупать все порции, там называется такой суперразмера, все большие очень порции, сидеть и просто жрать на углу улицы. Естественно, моя мама, в конце концов, обнаружила, что происходит, и пришла ко мне с этим вопросом, типа, что это ты делаешь? И я помню, что во время этого разговора она была в слезах, а я помню, что я говорил, что я очень сожалею об этом. Но я помню, что даже в тот момент, я помню, что несмотря на то, что я говорил, что я сожалею, я на самом деле не сожалею. Я понимала, что еда для меня, она для меня давала что-то такое мощное, что я никогда не откажусь. То есть, если у меня будет снова шанс получить это ощущение, то я обязательно воспользуюсь, даже если я знаю, что это неправильно. И в чем состоял этот эффект от еды, да? То есть, мозг, мой мозг постоянно был занят мыслями об огромном количестве разных вещей. Я всегда думала о том, что другие люди думают про меня. Я думала о прошлых обсуждениях или интеракциях, где я желаю, что я делала что-то другое или лучшее. Я думала о каких-то разговорах в прошлом, где я переваривал в голове, то есть, что мне нужно было сделать по-другому или лучшее. И также я переживала о событиях в будущем, где я думала, как же все получится, и я не знала, как все получится, и я переживала об этом. И я также все время думал, что другие люди недостаточно хорошие. Я все время их осуждал либо за их поступки, либо за их слова. То есть, в общем, по факту я думал обо всем вообще, и все это меня как-то раздражало и беспокоило. А что еда для меня делала? Она брала весь этот шум, который у меня был в голове, постоянное какое-то осуждение, разочарование, все мне не нравилось. И еда давала мне возможность поставить паузу на все это. И мне нужна была эта пауза, это облегчение, потому что вот это мыслительное, мысленное напряжение, когда ты обо всем думаешь, обо всем беспокоишься и переживаешь, делала жизнь очень сложной. А еда давала мне вот это временное освобождение, облегчение. И поэтому я знал из-за того, насколько мощным было вот это чувство облегчения, что когда я маме своей сказал, что я сожалею об этом, это было неправдой с моей стороны. Я, значит, рос, я был уже в старшей школе, я тоже не осознавал, что это какая-то проблема. А физически у меня последствий особо не было, потому что я играл в много разных видах спорта, и несмотря на то, что я употреблял большое количество калорий, я их также сжигал тут же на месте. И также в голове, да, я тоже, ну, как бы эмоционально или мыслительно, я тоже это не понимал, потому что я думал, ну, раз я типа тинейджер, я подросток, я должен себя плохо вести, и это нормально. Но когда я выпустился из, не знаю, какого учебного заведения, когда я начал работать, то я действительно реально заметил, что это проблема. Я начал новую работу, новую должность, и недалеко от моего офиса, на углу, было пицца, заведение пиццы. И что я начал делать, то есть, когда у меня был плохой день на работе, я ходил в этот ресторан, в пиццу, и покупал себе кусочек пиццы, чтобы немного себя взботрить. А затем, когда у меня был, что я начал делать, это даже когда у меня был хороший день, тогда я тоже ходил в магазин пиццы, и покупал себе кусочек, чтобы как бы отпраздновать это. А затем, когда у меня был, ну, какой-то такой обычный день на работе, я тоже ходил в этот магазинчик пиццы, и покупал себе кусок пиццы, чтобы, ну, раз день такой не очень, ну, давайте сделаем его лучше. А затем количество этой еды начало увеличаться, то есть, один кусок пиццы превратился в два, два превратилось в три, потом я начал добавлять к этой пицце что-то еще, и в конечном итоге получалось, что я выносил целый такой поднос еды, исключительно для себя, каждый день. И так как я перестал уже играть в этих, заниматься спортом, и перестал сжигать все эти калории, то мое тело тоже, соответственно, начало меняться. У меня начался набираться вес, моя одежда уже на меня не налазила. И мне начало становиться стыдно за то, как я выгляжу. И вот это ощущение стыда, оно мешало мне проводить время, то есть, я не хотел уже проводить время со своими друзьями из школы. И когда они мне звонили, чтобы позвать меня куда-то, я говорил, не-не, слушай, у меня сейчас такой завал на работе, да, сейчас я встретиться не могу, давай я тебе перезвоню, когда я у меня немного разгребу этот завал. Но, да, как ни удивительно, мое компульсивное переедание так меня и не отпускало, то есть, у меня никогда не становилось лучше. Я думал, я знаю, как все это исправить, потому что в старшей школе я был бодибилдером. Просто дайте мне там несколько недель, я, значит, быстренько приду обратно в форму и пойду тусоваться с друзьями. Но, что бы я ни пробовал, к сожалению, даже бодибилдинг, я пытался качать мышцы, оно никогда не задерживалось, то есть, если не могут удержать, я всегда возвращался к компульсивному перееданию. А это означало, что я продолжал говорить «нет» моим друзьям. И со временем, если ты будешь говорить «нет» достаточно количество раз, то люди просто перестанут тебя куда-то приглашать. И, в общем, по факту, из-за еды, из-за своего переедания, я потерял все свои вот эти дружеские отношения из школы. И, в общем, единственные отношения, которые у меня остались, это была моя семья и отношения, которые у меня были на работе с людьми. И вот в эту, в такую ситуацию, она продолжалась несколько десятилетий, я так и не смог из нее выйти. За эти годы я попробовал огромное количество разных вещей, включая разные диеты и упражнения. Я и на диете кето сидел, на диете палео, я пробовал разных диетологов, разные книги. Я купил себе эллиптический тренажер, я купил себе дорожку беговую, я себе купил целый спортзал для дома. Но, несмотря на все это, я не мог никак остановить это свое поведение, я всегда обратно уходил к еде. Я не понимал тогда, что моя проблема не в теле, да, я пытался решить свои проблемы с телом, но моя проблема была в голове. И меня все еще беспокоило все вот эти вещи, которые были неправильны в этом мире, о которых я постоянно думал. И мне абсолютно нужен был, я нуждался в этом облегчении, которое приносило мне еда. И, к сожалению для меня, пока все это происходило, появились первые приложения на телефоне по доставке еды. И я подумал, вау, вы мне рассказываете, что я могу заказать доставку из всех вот этих ресторанов прямо к моей двери. И мне даже не надо ни с кем при этом говорить, это вообще круто. И теперь я занимался компульсивным перееданием у себя дома, и я заказывал такое количество еды, что даже мне не удалось ее съедать. То есть я набивала себе живот так много, что мне приходилось даже останавливаться в какой-то момент. И, в общем, со временем, как бы такое количество переедания, когда столько жрешь, это было ужасное чувство. И я, как бы, у меня началось такое депрессивное состояние, и иногда в выходные я просто даже не вставал с кровати, я просто, ну, как бы, просыпаюсь, заказываю какую-нибудь еду. Поем и опять ложюсь в кровать, потому что, ну, а почему нет? И потом, что начало происходить, то есть по воскресеньям, вечером воскресенья, я обжирался так, что понедельник я просыпался утром, и мне было очень плохо. И я думал, ну, я чувствую себя очень плохо. Почему бы мне не сказать, что я просто болею, да, взять больничный, поесть нормально, когда мне будет завтра лучшее, то тогда пойду на работу во вторник. И я начал брать большое количество больничных. И потом, что начало происходить, тот понедельник, который я, как бы, брал как больничный, я, естественно, тоже обжирался. И потом мне было очень плохо и во вторник утром, и я брал больничный во вторник. И это становилось все хуже, это прогрессировало. И я начала брать уже достаточно такие длительные периоды времени, не ходя на работу, чтобы заниматься вот этим поведением. А что меня, как бы, напрягало, я не мог понять, то есть другие части моей жизни вроде бы были под контролем. Я был очень хорошим работником, очень хорошим специалистом. У меня было, я зарабатывал много денег, то есть у меня была, я был очень компетентным человеком во всех этих областях. Но, несмотря на все это, у меня не было никакой компетенции в отношении своей жизни и в отношении этого переедания. Now, over time, you know, because this story is something that spans, you know, 20 plus years. А, и эта история продолжалась 20 с лишним лет. I met someone who noticed that I met someone at work, who noticed that something was a little off with me, that something wasn't quite right. And she suggested that I go see a therapist. And so I went to therapy for years and years, and I still see a therapist today. And therapy was helpful in that it gave me a lot of knowledge about my life that I hadn't, hadn't realized before. А психотерапия мне, в общем, была полезна в том, что она мне дала много знаний о моей жизни, которые я раньше не осознавал. Но она сделала абсолютно вообще ничего по поводу моего компульсивного переедания. Она ничего не могла сделать, потому что она не могла остановить вот это вот моё мышление и то, как я думала обо всём и всех. And that's not because therapy doesn't work. It does for a lot of people. It's a real body of practice. А, и это не то, что психотерапия не работает, она работает для большого количества людей. И это целая такая вот практика, наука. Но моя проблема была не в том, что у меня был недостаток знаний. И поэтому получение, приобретение этих знаний, оно для меня ничего не сделало. Моя проблема становилась всё хуже и хуже, и я начал, у меня уже появилось отчаянное желание, чтобы мне стало лучше. Я начал ходить к психиатру, и мне начали прописывать антидепрессанты, стимулянты и так далее. Это не сработало. И я тогда решил, что, возможно, проблема в моей семье. Потому что у меня были, в моей семье были некоторые такие, были очень напряжённые некие обстоятельства в моей семье. И я думала, что, может быть, мне нужно от них как-то на время отделиться, прочистить голову, и тогда я смогу вернуться и быть хорошим сыном и хорошим братом. Но, естественно, зная меня, я это сделал самым таким ужасным, болезненным для них образом, который только возможен, потому что я эгоист. В один прекрасный день я просто исчез из их жизни, я перестал отвечать на звонки, я игнорировал все их смс-ки, и вот я просто исчез. Моё искажённое мышление в то время мне говорило такие вещи, что я пока не хочу с вами общаться, мне ещё лучше не стало. А если я сейчас с ними воссоединюсь, то я только им сделаю больно, и всё равно мне не станет лучше. И поэтому лучше мне просто оставаться от них в стороне и с ними не контактировать, пока мне не станет лучше. Многие годы моя семья просто как бы очень обо мне переживала вообще-то невозможности, а они не знали, что со мной происходит и всё ли у меня нормально. Но я был слишком, как бы я находился исключительно в своей голове, да, и я даже не мог, как бы, я ничего не делал по этому поводу, потому что я был исключительно зациклен на себе. И, как ни удивительно, это тоже не сработало. Я думаю, так, это не работает, что ещё осталось делать? Ну, наверное, надо сменить работу. Я отменяю работу. Это была прекрасная такая новая возможность, это было то, что я любил делать, но это тоже не решило мою проблему. Тогда я подумал, может, это то, как я живу, у меня есть сосед по квартире, возможно, мне нужно жить одному. Это тоже не работает. Тогда я думал, может, это какие-то, может, это мои отношения, то есть те небольшое количество отношений, которые у меня остались, но, видимо, в них проблема. Так что я их тоже отрезал в своей жизни. Не сработало. И к этому моменту я уже просто нахожусь в отчаянии. Мне ничего больше уже не осталось, ничего, от чего можно избавиться в моей жизни. Тогда я подумал, окей, наверное, мне нужно такой взять перерыв в жизни, мне нужно, наверное, такое длинное, такое путешествие, отпуск. И я это сделал. Я взял отпуск на три недели и поехал в город на краю земли. Это очень такой прекрасный город на самом южном кончике Аргентины, и это самое близкое место, обитаемое к Южному полюсу. То есть буквально это самое такое, самое далекое место, куда я мог уехать. То есть дальше уже некуда. Если бы я мог полететь на Луну, я полетел бы на Луну, но у меня не было на тот момент такой возможности. И это было прекрасное место, и я там прекрасно провел время, делал там такие вещи, которые я никогда бы не делал дома. Но что там делаю? Ну, что я там сделал тоже, это одну из этих трех недель я провел в своей гостинице, в этом Airbnb, я заказывал еду и просто жрал ее в своей кровати. На краю земли. Я возвращаюсь обратно, и я не знаю, что делать. Я говорю со своим психотерапевтом, и он мне говорит, Амад, ты как человек, у которого происходит... У которого происходит инфаркт прямо сейчас, а он все еще тянется за следующие дозы кокаина, тебе нужно что-то сделать с этим. И он сказал, почему бы тебе не попробовать анонимных переедающих? Я попробовал, я пошел на несколько таких живых собраний. И я слышу много историй, которые похожи на мою, то есть, ну, вроде как, как я. Но я никак не могу заставить себя начать общаться с этими людьми на собраниях, и я не могу заставить себя попросить у них помощи. Я перестал ходить на живые собрания, и начал посещать телефонные собрания пару месяцев. И, в конце концов, я услышал человека с историей которой я очень идентифицировался. И, в конце концов, наконец-то, я ей позвонил и сказал, будешь ли ты моим спонсором? И я вам должен признаться, я был не самым лучшим новичком. У меня было столько разных переживаний и забот. Я видел это слово «бог» там, кругом оно упоминается. Но я не был религиозным человеком, я был агностиком. Но, к счастью, это не религиозная программа, а духовная программа. Я боялся некоторых шагов, например, с людьми разговаривать, да, нести весть или возмещать ущерб. Моя спонсор мне сказала, вообще, пока об этом не думай. Держи просто, сконцентрируй внимание на том шаге, на котором ты сейчас находишься со мной. И если ты работаешь программой, то невозможно, а станет возможным. Я переживал, потому что, когда я работал по шагам, я не понимал, зачем все это надо, что это вообще такое, и как это мне поможет. Но хорошая новость в том, что программу не нужно понимать, чтобы она для вас сработала. Она требует действий. И вот почему очень важно слушать своего спонсора, который выздоровел. И моя спонсор спросила меня, ты готов ли ты, есть ли у тебя готовность? И она спросила, то есть, готов ли я делать все эти шаги? Я ответил, ну, у меня есть готовность вот сейчас, в данный момент. Но эта болезнь, она подорвала все мои, каждую из моих целей, желаний, и каких-либо вообще направлений, которые у меня были в моей жизни многие десятилетия. Я не знаю, то есть, у меня есть готовность сейчас, но откуда я знаю, будет ли у меня готовность, там, через час или завтра? Вот что сделала со мной моя болезнь. Я особенно переживала, когда три или четыре недели спустя... Моя спонсор как бы виртуально хлопнула меня по свиней и говорит, поздравляю, ты выздоровел. Ты сейчас начинаешь жить в десятом, одиннадцатом, двенадцатом шагах, ты будешь ходить на собрания и объявлять себя как выздоровевший спонсор. Я такой, ты что вообще, о чем ты вообще говоришь, ты же сама сошла. Я вслух ей это, конечно, не сказал, но в голове у меня так именно было. Но так как все инструкции ее, которые до этого я выполнял, они вроде как сработали, ну, я и это послушался. И я скажу, что, я признаю, что трансформация, это вот то преображение, которое произошло с тех пор, это просто что-то невероятное. Я теперь уже не являюсь тем человеком, который переживает обо всем, думает, всех осуждает и все его раздражает до такой степени, что мне нужно есть. Эта программа полностью меня изменила как человека, и теперь я могу жить жизнь на условиях, по правилам этой жизни. Я воссоединился со своей семьей, у меня воссоединились отношения с моими друзьями. Я уже не провожу выходные, застряв, запарковавшись в своей кровати целый день. И это потому, что я перестал заботиться и переживать обо всех этих вещах, и я могу жить более полезной и спокойной жизнью, не трачу зря на это время. И, соответственно, мне не нужно, мне не нужно вот это облегчение с помощью еды. Это просто невероятно, что эта программа для меня сделала. Виктория, у тебя камера. И иногда даже я думаю, это полный абсурд, и я смеюсь, мне смешно, потому что это просто какое-то сумасшествие. Пару дней назад у меня была такая ситуация, что один из моих коллег что-то такое сделал, и мне это очень не понравилось. В этот момент я остановился, я взял паузу, я наладил связь со своей высшей силой, и я попросил помощи. И то, что я услышал от моей высшей силы, да, указание было, просто перестань это ненавидеть. И я смог это сделать, это сработало, просто так вот, взяла и сработало. Это просто невероятно, то есть, у меня взрыв мозга, то есть, что со мной сделала эта программа. А, и заключение скажу, что эта программа изменила мою жизнь настолько сильно в лучшую сторону. И я невероятно благодарен. И если сегодня есть на этом собрании кто-то, кто все еще страдает от компульсивного переедания, и ваш опыт похож, вы узнаете себя в моем опыте? I'm telling you, there's a solution, you don't have to keep suffering. Я говорю вам, решение есть, вам не нужно продолжать страдать. I'm living proof of that. Я просто живу этому доказательству. Reach out to a sponsor, and start working the steps, and I'm telling you, there's an amazing experience of recovery ahead of you, if you're willing to take those steps. Найдите себе спонсора, поговорите с ним, я вам говорю, что есть, то есть, есть невероятное счастливое будущее у вас впереди, если вы будете готовы делать эти шаги. And with that, I think I will pass. Thank you so much for giving me the opportunity to share my story. Thank you. А сейчас на этом я закончу, и еще раз огромное спасибо за возможность рассказать свою историю. Well, thank you so much, Ahmad. And I was wondering if you want to stay on. I'm going to ask for, after I recognize newcomers, I'm going to ask people to give feedback, and if you want to stay, I'll just translate it real quick, like what resonated with them. Sure, that sounds great. Okay, cool. А сейчас мы хотели бы пригласить новичков. Если вы новичок в нашем собрании, пожалуйста, напишите в чат, чтобы мы могли вас поприветствовать. И спонсор, это любой, у кого произошла духовная перемена в результате работы по шагам, и у кого есть готовность работать с другими. Если вы ищете спонсора, если вы спонсор, напишите, пожалуйста, в чат. А сейчас, пока мы пишем, желающие могут высказаться по абзацу или дать обратную связь, Амаду. Если вы прошли 12 шагов, то можете также поделиться своим опытом и выздоровлением. У кого-нибудь есть обратная связь? Если вам что-то откликнулось. Виктория, можно? Давай Виктория. Да, Виктория, выздоровшая передача, большое спасибо за спикерскую, очень многое откликнулось, спасибо за перевод, в особенности откликнулась такая вещь, это когда было сказано про то, что он сказал, что у него постоянно крутились мысли в голове, про то, что будет в будущем, или что было в прошлом, и постоянно какое-то беспокойство и страхи. На самом деле, да, то есть, опять же, на своем примере тоже было такое, что невозможно, то есть, нет, постоянно никогда не чувствовалось какое-то спокойствие, и вообще, то есть, постоянный вот этот гон в голове, и голова никогда вообще не молчала, а выздоровление действительно, что ощущается, помимо того, что уходит переедание, ну, действительно, там, наверное, первая жизнь, чувствуешь какое-то спокойствие, и эта голова, она, наконец, замолкает, и чувствуешь какую-то гармонию, и можешь жить именно сейчас, здесь и сейчас, и с землем, а не в каких-то фантазиях. Спасибо. Спасибо, Виктория. Но Виктория says that, yeah, she's also a recovery-compulsive eater, a lot of the things resonated, especially the constant thinking and worrying about stuff, that it's like it's never quiet, the head is always talking about something, thinking about something, and it makes life impossible, And in recovery, it's for the first time, like, wow, you can actually be at peace, and you can be here and now, versus, you know, somewhere else in some fantasy or illusion. Yeah, absolutely. Years of having your mind weighed down like that, and then to now be free of it, it's just amazing. Да, да, это точно, то есть, когда годами твой мозг придавлен вот этим грузом, вот этой всей фигни, а теперь это убирают, и первый раз, как бы, можно быть свободным, это очень круто. Кто-то еще? Ксения выздоравливающая, можно вопрос задать? А вопросов у нас мы не задаем, можно, мы комментируем просто. Ну, я просто хотела сказать, конечно, большое спасибо, и вот очень откликнулась часть про отдаление от близких людей, это вот очень знакомое на данный момент чувство. Спасибо большое. Спасибо, Ксения. So, Ксения says, yeah, also a lot of things resonated, especially isolating from your loved ones. So, yeah, it's very current right now. That is one of the most painful things about this illness, how much it can isolate us from everyone else. Да, это самая болезненная вещь про нашу болезнь, это насколько она может нас от всех вообще изолировать. Кто-нибудь еще? Маша, хочу добавить, можно? Давай. 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 Мне очень понравилась Питерска, спасибо огромное за Питерска. Я как в зеркало посмотрела, все, что переживал Адам, и со мной на самом деле случилось, и с изоляцией, и с работой. Это так же интересно то, что у многих передачах очень похожие истории. И, ну, Питерска Адама, ну, прям глаза открыла и дала такой, как сказать, пинок работать дальше по программе усерднее. Спасибо огромное. Спасибо, Маша. 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 И да, это удивительно, что до болезни мы думаем, что я одна такая в этом мире, да, или один, больше таких людей нет, а приходишь сюда, здесь есть и такие же люди, и есть решение, то есть бери, работай, все, вперед, решение есть. И кто-то еще? Давайте тогда закончим, Аман, so I just wanted to thank you again, a lot of your story also resonated with me about, you know, throwing stuff out of my life, like, what else can I change, what else is left, right, moving, jobs, you know, quitting my job, eliminating food categories, whatever, you know. It's just you think, right, there's always this illusion that it's just something irritating me on the outside, I just need to get rid of that, and I'll be fine. And then you're, like, left alone, completely. You're left alone with the worst thing you can be with, the problem, you. Right, right. Я говорю, что у меня тоже очень много откликнулось, то есть как бы я все из своей жизни выбрасывала там, уехать куда-нибудь, избавиться от этих людей, избавиться от работы, избавиться от вещей, избавиться от какой-то там категории пищи, да, ингредиентов каких-то. Но в конечном итоге ты остаешься один на один с самой большой твоей проблемой, которая сидит во мне, внутри. Okay, so we're gonna finish up right now, and if you want to stay for the syringer prayer, it's gonna be, like, in 30 seconds, or you can leave if you need to. We're really grateful to have you, thank you so much. Thank you so much, Сантьяна, and thanks again to everyone on the meeting today. Appreciate the opportunity. Всем огромное спасибо еще раз. Пятая традиция гласит, у каждой группы есть лишь одна главная цель – нести нашу весь тем передающим, которые все еще страдают. Это наша главная духовная задача. Основная цель нашей группы – это предоставить людям место, где можно узнать о 12 шагах, исследовать им. Наш опыт показал, что регулярная работа над шагами обеспечивает лучше, более разумную жизнь. Мы относимся ко всему остальному как к внешним проблемам, это включает личные проблемы. Надлежащие места делиться этими проблемами – это с вашим спонсором. Именно в работе со спонсором происходит настоящее выздоровление. Седьмая традиция – каждой группе ЭКУП следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Наши расходы включают в себя организацию форумов, информирование общественности, техническую поддержку, содружество. Вы можете сделать пожертвование по карточке или через PayPal. Информация вложена в чате. Информация у нас новая, изменилась. Номер карточки и PayPal. Эти взносы добровольны, не являются условием членства в анонимно-компульсивных, переедающих. То есть, если вы новичок, пожертвование делать не нужно. Страница 160. В нашей книге вы найдете только предложения, мы понимаем ограниченность наших знаний, и Бог будет постоянно открывать новое вам и нам. Спрашивайте его во время вашей утренней медитации, что вы можете сегодня сделать для тех, кто еще болен. Вы получите ответы, если в своем собственном хозяйстве вы навели порядок. Совершенно очевидно, что вы не сумеете передать другим то, чего у вас нет. Следите, чтобы ваши взаимоотношения с Богом были всегда такими, какими они должны быть. И тогда значительные события произойдут с вами и с многими другими людьми. Для нас это великий факт. Положитесь на Бога, как вы понимаете Его. Признайте собственные недостатки перед Ним и перед своими товарищами. Очиститесь от обломков прошлого. Делитесь другими тем, что вы узнали, и присоединяйтесь к нам. Мы будем с вами объединены в сообщество Духа. И вы, конечно, встретите многих из нас на нашем общем нелегком пути счастья. Да благословит вас Господь и захоронит вас ныне и пресно. Давайте помолчим о тех переедающих, которые все еще страдают. И завершим нашу встречу. Молитва о душевном покое. Молитва по вашему выбору, произнесенной молча. Вы можете включить микрофончик и скажем молитву вместе. Молитва. Боже, дай мне разум, дешевый покой. Принять то, что я не в силах изменить. Молитва изменить то, что могу. И мудрость включить от другого. Да будет воля твоя, а не моя. Если у вас есть вопросы по поводу шагов, вы можете написать тем, кто обозначил себя спонсором. Если у вас есть уже спонсор, то можно задать вопросы своему спонсору. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дёшкова